здравствуйте уважаемые друзья мы вязали вот такую привлекать вот такой привлекательный стример под малька сегодня я хочу предложить ваше внимание вашему вниманию другой вариант и огрузки и исполнения давайте приступим вот мы взяли огрузили крючок я использую здесь два латунных шарика и поэтому их немножечко маловато я догрузил хорошо свинцом чтобы выходило 5 граммов общей огрузки немножко промотал и давайте теперь будем крепить материалы для хвостика я буду использовать белый и красный мех песца вот такой хорошей подвижности я беру небольшую щепоточку меха белого и и примерно вот такой длины остатки отрежем я креплю у загиба слегка слегка заходя за загиб не сильно вот так немножечко добавляем клей и креплю белый красный элемент длина его или равна или чуть чуть может быть меньше белого который мы закрепили щепоточку примерили убрали торчащие волоски подровняли и так же в это в одной точке прихватывая его вот такой кисточкой беру следующий пучок белого меха на этот раз он должен быть у нас хотя бы на половину толще по объему и по длине немножко длиннее всех элементов которые мы с вами уложили но повторю мех сам по себе должен быть достаточно мягким чтобы подвижность хвостика его игра привлекала рыбу можно одним сделать потом подкрасить как вам будет удобно но я изготавливаю так в этом варианте промажем еще немножко клеем место крепления и крепим прихватили вот у нас вышел такой симпатичный хвостик для привлекательности рыбы я возьму голографический плоский люрекс вы можете использовать все что угодно вплоть до елочной мишуры если есть белый мех один только лишь можете его уложить и вполне потом подкрасить будет этого достаточно у меня что делать все в таком поможем в таком в таком вы можете не они приятные что вы Прихватили, переломим наш люрекс и закрепим еще эту прядь. И теперь для того, чтобы мне было потом в дальнейшем крепить мои элементы, я сразу взял вот такой кусочек из поделочных материалов золотистого цвета. Вы можете взять любую проволоку, проволоку, леску и в данный момент я буду изготавливать проволокой. Закрепили. И теперь, чтобы мне не мешал мех, я как обычно беру его вот так, убираю в одно место. И мне сразу видно, какой у меня вышел хвостик. Вот так. Тело я буду изготавливать из даббинга двух цветов, вот таких. Можно изготавливать тело, как мы изготавливали, из павленьевого пера. Большой разницы нет, единственная долговечность павленьевого пера немножко меньше. Теперь для крепления крыла я подготовил в качестве крыла вот такой кусочек шкурки, из которой изготавливается зонкера. Они продаются в интернете. Можете для себя выбрать и приобрести любой, если у вас, допустим, нет подходящего кусочка. Здесь креплю. Хорошо проклеил, промазал. И с помощью даббинга, вот такого цвета, остаток подшерстка, я сформирую тело. С помощью даббинга выровняли тело, придали небольшую конусную форму. И теперь я начинаю с вот такого более светлого даббинга. А грудочку и ближе к голове буду делать темным. Продолжение следует... Продолжение следует... Дошли до грудки. И здесь я меняю даббинг на более темный. Количество неизменно, так же, чтобы закрыть наше тело. Продолжение следует... 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 Доходим до глазок. И здесь останавливаемся. Теперь я беру. Посмотрели, как у нас наш даббинг. Надо добавить немножко. Теперь более-менее нормально. Вышла вот такая приблизительно форма у нас. И теперь мы берем с вами, промазываем, примеряем сперва длину, сколько нам необходимо. Очень хорошо. Как раз вполне достаточно. Для придания точки прицеливания я возьму небольшую щепоточку красного меха и обозначу горлышко. Нить завожу за глазки. И креплю наш мех. Вот приблизительно так вышло у нас горлышко. Примеряем нашу шкурку, сколько нам хватит. Общипем или отрежем мех, чтобы нам не мешал для крепления. Отлично. И теперь промазываю клеем мех. Саму кожу. Мы с вами крепим уже окончательно нашу шкурку. Подтянули. И закрепили. Посмотрели, чтобы она у нас ровненько. Мы закрепили с вами мех нашего кролика. И теперь мы обмотаем все это, заармируем хорошо нашей проволокой, которую мы закрепили. Я беру, сразу делаю один полный оборот в конце. И равным шагом стараюсь выдержать его, окончательно прихватывая шкурку. Помогаю даббинговой иглой. Следим за тем, чтобы наша шкурка не развернулась и не ушла куда-либо в сторону. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... И теперь окончательно крепим и формируем головку нашего стримера. И теперь наш стример гибрид зонкера готов к рыбалке. Повторюсь, стример изготавливался для конкретной спиннинговой рыбалки для определенной глубины. Если у вас нет каких-либо материалов в наличии, их можно заменить. Довольно-таки уловистая приманочка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.